Здравствуйте дорогие друзья, с вами опять Роман Головин, вы на канале о правильном питании, здоровом уровне жизни. Итак, сегодня хотел поговорить о голодании. Многие сегодня думают, что голодание, оно вообще всем просто подходит, боголомно. На самом деле это неправильно, даже многие люди, которые болеют раковыми заболеваниями, пытаются голодать и у них ничего не получается, на самом деле оно только делает хуже. А некоторым помогает. У всех организмы разные, все естественно имеют разный потенциал, по-разному развиты, разные болезни человек имеет, разное питание, в разном климате живут, естественно нужно от этих всех вещей отталкиваться. Понятно, что нас с детства не учат об этом и многие врачи об этом не до конца понимают, эта информация она скрыта, естественно невыгодно, чтобы мы были здоровыми и полноценными людьми, так как и контролировать нас легче, ну и так далее. То есть сейчас я не буду об этом говорить. Самое основное понимание, как бы, да, есть сухое голодание, да, голодание без воды, полностью сухой голод, некоторые даже не рекомендуют не мочить себя, не принимать душ во время сухого голодания, это самое жесткое голодание. На самом деле мокрое голодание, оно хоть и легче переносит, но оно гораздо легче и лучше очищает организм. Естественно куча-куча разных существует схем, как голодать нужно, как начинать, там полсуток сначала голодаете, потом через там 2-3 месяца, там уже на суточное голодание, можно переходить, посидеть 2-3 месяца на таком однодневном голодании, раз в месяц, через какое-то время попробовать полтора-полутора суточное голодание, еще там допустим через 3-4 месяца уже можно спокойно, ну где-то это будет 7-8 месяцев, можно спокойно на двухсуточное голодание приходить. Кто-то легче переносит с водой попробовать, кто-то легче сухое переносит на голодание. Но опять же, кому показаны сухие или мокрые голодания? Тем людям, которые находятся на обычном питании в основном, любят поесть побольше, получше, повкуснее, как бы все подряд. Естественно накапливается мусор различный в организме. Под мусором мы будем говорить, что это шлаки, токсины различные. Вот таким образом, вот эти вот все компоненты, которые попадают в организм, все-таки наш организм, он как губка, да, представьте, вот все через него проходит, печень, почка, кишечник, все это фильтрует постоянно, но он все не может фильтровать. Если человек более-менее правильно питается, у организма остается время на его очистку. То есть, когда вы спите, например, да, вот, когда вы мало едите, то есть организм не тратит свое время на переваривание пищи, на какие-то процессы, например, да, у человека каждую там секунду в организме возникает очень много раковых клеток, надо бороться с этими раковыми клетками. Организму надо тратить энергию на очистку вашего организма, на поддержание работоспособности и так далее. Чем больше шлаков, тем больше он ресурсов тратит, да, ни на ваше развитие, ни на жизнедеятельность, ни на очистку, ни на поддержание головного мозга, ни на функциональность головного мозга. То есть он где-то уберет у вас, с головного мозга немножко уберет, там, да, мозг не будет, там, на 30 процентов работать, там, а будет работать, например, там, на 5 процентов. После этого, например, когда человек будет у него это все убираться, тогда человеку легче гораздо будет. То есть нет питания искусственного, нет большим, много химии в организме. Человеку просто будет настолько легко, и организму будет хватать энергии на очищение, то есть выводение шлаков, токсинов различных из организма, камней из почек, например, да, там, через прыщи, через пот, допустим, да, с мочой. У женщин в основном это выводится с месяч, через месячные, да, месячные, они тоже для определенных целей созданы, не просто так. Всеми возможными способами организм очищается. Чем более вы тонко питаетесь, тем организм сильнее очищается. Чем более грязно вы питаетесь, все смешиваете постоянно, не смотрите на то, что вы едите, естественно, происходят такие вещи. И вот голодание, они как раз таки способствуют тому, чтобы мы смогли гораздо облегчить очищение организма. Помимо того, что нам помогает физически полностью очистить организм, вот именно голодание, конечно же, тем людям, которые духовно развиваются и способствуют более правильному приходу мыслей в голову, нужных. то есть, кто пробовал голодать, поверьте мне, он меня поймет, о чем я говорю. Чем дольше человек голодает, тем у него совершенно по-другому мозг начинает работать. Человек мира видит другими глазами. У человека все по-другому. Кто-то это не может объяснить, почему это происходит. И в принципе, пока мы туда не будем лезть в эти дебри, нам сейчас пока интересны питания. Организм это биологическая машина, да, некий биологический компьютер. Когда вы даете ему возможность стать на правильный рельс, он сам все правильно будет делать. У него все программы внутри заложены. Как он очищается, как он восстанавливается, как уходит заболевание и так далее. Большинство заболеваний с помощью питания можно излечить. Так вот, и голодание это может способствовать. Кто-то спокойно переносит всего лишь один раз в месяц допустим мокрое голодание, кто-то может пять раз вынести, кто-то десять, смотря у кого какие цели. Кто-то пробовал двадцать, а чуть не умер, потому что на самом деле большая колоссальная нагрузка для организма. То есть вы должны понимать для чего вы это делаете. Большинство людей приходят к правильному питанию, к сожалению, к большому сожалению, когда есть заболевание, когда все перепробовано человек говорит все, организм просто говорит ребята я не могу больше есть химия, я устал, спасите меня, соус, помогите. Поэтому естественно организм надо поддерживать. Кто кроме вас самих это будет делать? Никто, не врач, никто другой, ни мама, ни папа. Естественно природа вам дала организм, мама с папой дали вам зачалие, воспитали, но вы должны поддерживать свой организм в нормальном состоянии. когда организм функционирует полноценно, поверьте мне, жизнь меняется, просто качественно на другой уровень выходит. То есть вы можете делать разные вещи в 40-50 лет бегать по горам, куда-то на Кавказ поехать, отдохнуть, не сидеть у телевизора с таким животом, встать невозможно, тяжело, все, типа мы взрослые, нам уже ничего неинтересно. Даже в таком возрасте за 50 лет спокойно люди могут куда-то путешествовать весь, передвигаться, совершенно мысли в голове молодые будут. Это очень такой серьезный фактор и от этого надо отталкиваться. И голодание этому очень может здорово способствовать. отталкиваться. нужно пробовать, нужно ощущать свой организм изнутри. Когда вы что-то меняете в себе, попробуйте научиться интуитивно чувствовать. Интуиция великая вещь, многие из нас упускают эту возможность. Научиться ощущать, подходит ли вам это, что говорит вам организм. Если вы в чем-то не уверены, откатитесь лучше назад, не надо экспериментов делать глубокие. Откатились обратно, в каких-то условиях поели нормальный месяц, потом еще раз попробовали, как пошло. Перед тем, как голодать, можно если недолго голодание, за полдня более легкую пищу начинать перед голоданием есть, потом входит в голодание однодневное, потом на соках можно выходить. Если длительное совсем голодание, то естественно нужно готовиться. Есть специальные схемы, они везде расписаны. Может быть и я когда-нибудь более подробно эту тему расскажу. То есть входите в голодание либо на соках, либо на более легкой пищи, вы ходите точно так же. То есть постепенно. Если человек на 5 или 10 дней просидел на голоде, особенно сухом, и потом сразу мясо будет забрасывать, это неправильно. Может все плохо закончится. Поэтому надо лёгкой кашки, фрукты, кисель, лёгкой лёгкой, супчики какие-то. Водичка. То есть на такой лёгенькой пищи вы потихонечку заходите, прибавляете, прибавляете и всё. Постепенно вы входите в ритм. Поэтому не забывайте о голодании. Можете попробовать, кто никогда не пробовал. И думаю, что многим из вас понравится новое ощущение. Но делайте это естественно аккуратно. Кто пробовал, пытался, у кого что-то получилось, не получилось, делитесь своими комментариями под этим видео. Многим людям будет полезно, интересно. Мы меняем сознание, меняем наш мир, отношения друг к другу. Только своими действиями, примерами мы можем другим что-то доказать, что это всё работает и это нам нужно. Итак, заканчиваем видео. Будьте здоровы, всего доброго, увидимся на выпусках.